В этом году предлагают ужесточить ответственность целевиков Минобразования и Науки России, готовить соответствующие документы. Если эти реформы вступят в силу, то студентов, поступивших по целевой программе, обяжут по окончанию учебного заведения отработать три года в организации заказчики. Выпускники, по какой-то причине не закончившие учебу, должны будут вернуть в госбюджет средства, потраченные на их обучение. Уже начинаем работу по формированию целевого приема Республики Саха-Якутия для обучения как в вузах Республики Саха-Якутия, так и в вузах, которые находятся за пределами нашей республики. Это ведущие вузы Российской Федерации абсолютно по разным направлениям подготовки, начиная от нефтегазового комплекса и заканчивая образованием и здравоохранением. Ежегодно целевой прием в центральные вузы Российской Федерации включает порядка 600-650 мест. В этом году, скорее всего, количество целевых мест не будет увеличено, оно будет в порядке 600 мест также. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова